9 мая отмечается День Победы народа нашей страны в Великой Отечественной войне. Все дальше в историю уходят события тех времен. После него выросли новые поколения людей, которых не коснулось военное лихолетие. Однако всеобщий интерес к минувшему не иссякает. С таких слов был дан старт учебно-познавательной игры «Брейн Ринг» под лозунгом «Знать значит помнить», которая состоялась 6 апреля в профессионально-педагогическом колледже между учащимися первых курсов. Цель проведения игры – это воспитание чувства патриотизма подрастающего поколения на примере героических страниц летописи Великой Отечественной войны. В «Брейн Ринге» участие принимали 4 команды. Первым конкурсом было приветствие. Равняйсь! Смирно! Равнение на жюри! Здравия желаю, уважаемые жюри! Добрый день, дорогие друзья и уважаемые жюри! Сегодня мы собрались на «Брейн Ринге по истории» и хотели бы поприветствовать вам, нашу команду. Наша команда! Ракета! Наш девиз! Ракета движется вперед и никогда не устает! Уважаемые жюри, я студентка 1-2 курса, представляю вам свою команду. Наша команда! Легенда! Наш девиз! В памяти нашей бронзой отлита, никто не забыт, ничто не забыто! Главными задачами мероприятия являются систематизировать знания учащихся первых курсов по основным этапам Великой Отечественной войны, способность к формированию творческого мышления и познавательной деятельности старшеклассников. Всестороннее и глубокое освещение событий Великой Отечественной войны, массового героизма бойцов на фронте, тружеников тыла, имеет большое значение для воспитания молодежи на боевых традициях нашего народа, отметила преподаватель общественных дисциплин Мадина Гамзатханова. Вторым конкурсом было домашнее задание. Перед участниками стояла задача подготовить презентацию в виде сценки. ПЕСНЯ В ходе конкурса были затронуты вопросы военной тематики. Отрадно видеть, что подрастающее поколение интересуется жизнью тех, благодаря которым мы имеем на сегодняшний день все. Компетентные жюри выявили победителей брейн-ринга по подсчету баллов и ими стала команда 1н1 группы.